Тайфунный ветрогенератор. Миф или реальность? Тайфуны – одни из самых разрушительных природных явлений, скорость ветра при которых может быть более 90 метров в секунду. Японский инженер Ацуси Семидзу задался целью опуздать мощь этих катастрофических штормов и превратить её в полезную энергию. Так, в 2013 году на свет появился проект под названием «Челленеджи», задачей которого стала разработка удивительно прочной ветряной турбины, способной не только противостоять мощнейшим силам, генерируемым тайфунами, но и конвертировать эту силу в электричество. Устройство представляет собой 7-метровую конструкцию с тремя цилиндрами, соединёнными между собой и закреплёнными вокруг прочной оси. За основу работы устройства взят эффект магнуса, когда сторонняя движущая сила, например, ветер или вода, воздействует на вращающийся объект. Турбина крутится в зависимости от направления ветра как по часовой стрелке, так и против неё. Тайфунная турбина имеет ряд особенностей, что отличает её от обычной ветряной турбины. Во-первых, в ней используется вертикальная всенаправленная ось, что позволяет конструкции выдерживать различные направления ветра и делает генератор устойчивым к ураганному ветру скоростью до 80 метров в секунду. Во-вторых, использование эффекта магнуса позволяет контролировать силу вращения турбины во время тайфуна, чтобы не допустить разрушения конструкции. По подсчётам Национального управления океанических и атмосферных исследований NOAA, кинетическая энергия, которую вырабатывает один сформировавшийся тайфун, составляет примерно половину всей мировой выработки электричества. На испытаниях в 2015 году тайфунная турбина показала эффективность в 30%, в то время как обычная ветряная турбина имеет эффективность в 40%. Разработчик утверждает, что ветряные турбины, вырабатывающие огромное количество энергии из тайфунов, помогут решить энергетический кризис не только в Японии, но и в других странах мира. Приглашаем учёных и всех заинтересованных лиц к обсуждению возможности разработки и использования тайфунных ветрогенераторов. Если вам известны другие технологии, способные помочь людям в изменяющейся климатической ситуации в мире, присылайте информацию о них на почту info.sobaka.geocenter.info с пометкой для климат-контроля. Подробнее о климатических событиях в мире и решении климатических глобальных проблем читайте на сайтах geocenter.info, allatravesti.com и allatradefisscience.org, а также в докладе учёных AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.